Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиноя Кушнаренкова расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Благовещенск получил статус территории опережающего экономического развития. Кормоскалинцы взяли три золотых медали по ушу Саньда. И молочная промышленность в Иглинском районе процветает. Молочная промышленность – дело прибыльное. Так считает фермер Розап Юнусов из Иглинского района. В его хозяйстве насчитывается 180 коров. Зимой в день получается почти 2000 литров молока, а летом доходит до 3000. Все заработанные деньги идут в оборот, закупается лишь все самое необходимое. Еду для животных предприниматель производит сам, выращивает ячмень, овес, пшеницу и кукурузу. Все работники на ферме устроены официально. Средняя зарплата от 25 тысяч рублей. Для людей, которые приехали трудиться из других районов, Розап Юнусов построил пять небольших домов недалеко от своей фермы. Благовещенск получил статус территории опережающего экономического развития. Претендовать на это звание он смог как моногород. Градообразующим предприятием Благовещенска является завод ПЛФ. Он входит в состав Сибуры и является единственным производителем терифталевой кислоты в России. Стоит отметить, Минэкономразвитие России также одобрило заявки Башкирии на присвоение статуса еще двум моногородам республики – Белорецкую и Нефтекамску. Данный статус позволяет предоставлять инвесторам налоговые и другие преференции. Крамаскалинские ребята взяли три золотые медали на первенстве Приволжского федерального округа по ушу Саньда. Соревнования прошли в Перми. Крамаскалинцы Равиль Фазули, Найнур Ассылгужин и Нуриман Шеймарданов в тяжелой борьбе получили первое общекомандное место. Теперь им предстоит выступить в финале на первенстве России, которое пройдет в марте в Москве. 10 февраля чешминские любители спорта могут поддержать команды своего района. В этот день в 10.00 состоится чемпионат республики по волейболу среди мужских команд зоны «Центр». В нее входят Благоварские, Глинские, Крамаскалинские и Чешминские районы. Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Чешмы». А в 13.00 чешминцы могут поддержать свою хоккейную команду. Она будет играть в полуфинале сельских спортивных игр республики против команды Бурзянского района. Матч пройдет на хоккейной коробке местной детской юношеской спортивной школы. На стадионе Пришеба состоялся второй ежегодный турнир по футболу на снегу. Матчи прошли на двух полях по формату 5 на 5. В соревновании приняли участие семь команд. По результатам группового раунда определили квартет сильнейших. По итогам игр первое место взяла команда СГТС-2 из Куб Покровки, второе у «Газпром» из Уфы и третье заняли Куб Покровцы СГТС-1. Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая уже долгие годы существует в школах Кушнаренковского района. Традиционно в первую субботу февраля школа номер один организовала встречу и праздничный концерт для своих выпускников. В этом году юбилейными были выпуски 1984, 1989 и 1999 годов. Вечер школьных друзей начался с вальса. Ученики школы исполняли песни, а на экране мелькали кадры из школьной жизни выпускников разных лет. Затем гостей поприветствовал директор школы Ренат Идрисов. Он поблагодарил выпускников за то, что они не забывают свою родную школу. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего хорошего и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!